На храмовой горе, как мы уже говорили, стоят мусульманские святыни. Еврейский храм был разрушен. Ничего не осталось ни от первого, ни от второго храма. Можно сказать, что от храмового комплекса осталась только часть подпорной стены. Вот кусочек этой подпорной стены, это и есть стена плача. От храма нету ничего. Спасибо, что мы как-нибудь на Викторе. Итак, друзья мои, направо вниз спускается Гиена Огненная. А с левой стороны, вот здесь, посмотрите, там летний концертный зал. Гиена Огненная. Эта территория называется Султановы пруды. Тут действительно был огромный водосборник, который еще даже во времена турецкого владычества снабжал город водой. Сегодня там летний концертный зал, а прямо сюда, к этим Султановым прудам, к этому залу, спускаются первые кварталы за пределами городской стены, построенные в середине 19 века. Ну а дальше, с левой стороны, идет вот туда, севернее, Долита Сыроваров, так называлось это место в древности. Понимаем с вами, да, что там изготавливали сыры. Сегодня вот вниз туда, в Долинку, спускаются вот эти каменные домики с левой стороны. Это художественные мастерские и галереи. Ну а с правой стороны, продолжение стены старого города. Здесь рядом явские ворота, возле которых стоит вот эта огромная крепость. Турки когда-то ее построили, и здесь располагался турецкий гарнизон. Сегодня там находится музей истории города. Называется Башня Давида. Да, мы сейчас с вами уйдем в туннель под площадью перед муниципалитетом. Впереди вот это те самые здания муниципалитета, корпуса, которые мы с вами видели утречком, когда въехали, будете туда на центровую площадочку. Продолжение следует...